Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я хочу поговорить с вами о промедлении и об откладывании дел на... ну, куда-то туда подальше, на потом, и о том, чего это может в конце концов стоить, а у этого может быть цена, и цена может у этого быть страшная. Вообще, эта проблема, она так или иначе свойственна каждому из нас, и мне в том числе, мне, наверное, может быть, даже больше всех в мире. Ну, так часто мы про себя думаем, что нам что-то больше всех в мире свойственно. В общем, мы вместо того, чтобы в тот или иной момент делать то, что стоит делать, делаем то, что нам не дает ничего или дает гораздо меньше. О том, как бороться с этой проблемой, или, лучше сказать, как решать эту задачу, написано множество книг и статей, и в каждой из них практически идет речь о том, что ключ к решению — это пресловутая осознанность. То есть четкое такое представление, ощущение, что главное, что в твоей жизни сейчас происходит, главный вопрос в твоей жизни сейчас — это не то, что сейчас делаешь, а то, что сейчас не делаешь. Не осознавая последствий этого, а приводить это, может быть, не очень хорошим последствием. Порой мы просто не догоняем, насколько важным было бы прямо сейчас делать что-то, что действительно стоит делать в этот момент, и не делаем этого, потому что, может быть, боимся каких-то результатов, что у нас что-то не получится, или боимся каких-то неприятных ощущений в процессе, «Ну, бог знает еще чего». И вот некоторое время назад, это было два года назад, в моей жизни, в нашей жизни, в моей и моих коллег появился проект, в который ценой этого самого промедления, откладывания важных дел, было нечто не меньшее, чем человеческая жизнь. Здесь надо сделать пояснение. Дело в том, что я работаю в рекламе, в маркетинговых коммуникациях, и то, чем мы в своей работе занимаемся — это, по сути, мы находим и представляем те или иные интерпретации каких-то фактов, действительности, явлений, которые приводим к тому, что у людей появляются ощущения и представления о важности там, где его раньше не было. И в результате люди начинают покупать те или иные бренды, пользоваться теми или иными услугами, участвуют в каких-то акциях, ну, в общем, начинают мыслить и действовать в том направлении, в котором нужно нашему клиенту, тому или иному бренду. Ну, в этом мы профи. Но где-то один-два раза в год мы берем проекты, которые являются не коммерческими, а социальными. То есть они решают те или иные социальные задачи, которые стоят перед обществом, коммуникационными средствами, как мы умеем. И в этом случае целью является сделать так, чтобы в мире, в жизни людей появилось больше добра. Добра в прямом смысле не в том смысле, что там понапихать побольше добра в квартиру, в карманы, в мобильный телефон, в желудок, а добра в прямом смысле, чтобы жизнь людей, иногда каких-то людей, которые больше всего в этом нуждаются, стало удобнее, комфортнее, безопаснее и так далее. И вот одним из таких проектов для нас стало сотрудничество с организацией, которая называется «Лиза Алерт». Возможно, вы о них знаете. это поисковый отряд, добровольцы, волонтеры, которые ищут пропавших людей. Они организовались в 2010 году, когда в городе Орехово-Зуево произошла страшная история с девочкой по имени Лиза Фомкина. Собственно, Лиза Алерт в ее чести названа. Пятилетняя девочка ушла из дома в лес, пропала, спохватились. История была громкая о том, что она пропала. Рассказывали по телевидению, в газетах писали. И в результате тысячи людей приехали в леса Орехово-Зуево в качестве волонтеров, чтобы помочь в поисках. Но, к сожалению, эти поиски ни к чему не привели. Точнее, они привели к тому, что на 10-й день, после того, как девочка пропала, она была найдена в лесу мертвой. Вот, собственно, Лиза Фомкина. Причем она просто замерзла на самом деле. То есть на 9-й день она была еще жива. То есть поиски тупо опоздали. И вот те несколько человек, которые участвовали в поисках, они просто вот увидели, наглядно прямо ощутили рядом с собой, какая может быть цена у промедления, у плохо организованной работы. И они решили взять дело в свои руки и организовали Лиза Алерт. Сейчас у них тысячи волонтеров по всей стране. Эти волонтеры знают, что делать в случае необходимости. Они все экипированы как надо. У Лиза Алерт есть система работы, система оповещения людей. И, в общем, благодаря их самоотверженному, реально ежедневному труду, а у них там 6-10 звонков каждый день раздается, и они уезжают в леса реально искать людей. В общем, благодаря их такой самоотверженной каждодневной работе, дело поиска пропавших людей в России стало гораздо лучше. Но при этом, когда мы с ними встретились, они сказали, что у них до сих пор существует одна огромная проблема, главное препятствие в их работе. Эта проблема — это для них их боль, это их слезы, потому что они постоянно видят, каким последствиям приводит эта проблема. А заключается она в том, что люди в нашей стране, хотя я потом узнал, что на самом деле это не только в нашей стране, проблема достаточно международная. Сейчас скажу проще. Люди в нашей стране привыкли сообщать о пропавшем человеке вообще не вовремя. То есть классика, когда они сообщают на третий день. И люди, которые так делают, у них есть объяснение, естественно. Кто-то говорит, что, ну, а что я буду, собственно... Ну, мало ли что, человек найдется, он как бы появится, а я уже куда-то там сообщил, побеспокоил людей, буду выглядеть глупым паникером, не хочу выглядеть глупым паникером, и, в общем-то, ничего. Поэтому я, собственно, и не звонил, не сообщал. Или кто-то говорит, что, ну, как бы, ну, знали, что, конечно, что что-то такое может случиться, там что-то по телевизору видели с пропавшими людьми, ну, вот со мной точно не случится, поэтому не звонил. Или есть вообще классное объяснение, просто реально классное объяснение. Люди говорят, что, ну, есть же такое правило, что милиция, полиция примет заявление и начнет что-то делать только на третий день после того, как человек пропал. До этого они ничего делать не будут, поэтому сообщать нет никакого смысла, есть правило, я, собственно, поэтому и не сообщал. Я, во-первых, сейчас в зале тоже есть люди, которые говорят, ну, да, есть такое правило, что он нам там рассказывает. Так вот, на самом деле правила такого нет. Может, оно когда-нибудь было, но сейчас его точно нету и давно уже нету. То есть обязаны реально сразу реагировать, сразу принимать заявление. А все это, на самом деле, ну, есть классное жароправдообъяснение, но оно приводит к очень плохим последствиям. Дело в том, что по статистике Лиза Алерт, если сообщение о пропавшем человеке идет только на третий день, это значит, что вероятность того, что человек будет найден мертвым, составляет уже 50%. То есть вот в этот момент человек, он как кот Шреддингер, да, он как бы то ли жив, то ли мертв, мы этого не знаем, и люди об этом не знают. Но это, на самом деле, живой человек. И вот здесь какая-то есть статистика, да, правда же? А вот представьте в вашей жизни, в которой нет никакой статистики. Вам бы кто-то сказал, что если вы, как обычно, что-то там откладываете, переносите, медлите, то это означает, что вот вы перенесли на какое-то время, это означает, что с вероятностью уже 50% у вас ни хрена не выйдет. То есть, если бы вы сначала начали бы делать, да, то у вас все зависело бы от вас, и у вас 100% все получилось бы, а вот сейчас вот уже нет, уже как бы не все не от вас зависит, и только 50%. Наверное, вы в этот момент как-то задумались, и в следующий раз стали бы действовать вовремя. Подумайте об этом. Пока думаете, я просто продолжу. И мы впечатлились, естественно, этим фактом, что там цена вопроса то, что вот третий день — это уже 50% вероятности смерти, и поставили перед собой задачу — придумать такое сообщение об этом факте, такую форму его облечь, чтобы каждый человек, который с этим сообщением потом столкнется, где бы то ни было, он же никогда об этом факте не забудет, и если, не дай бог, с ним или с его близкими что-то такое случится, а случиться, кстати, может вообще с любым человеком, опять же, по статистике Лиза Алерт, можно с этим столкнуться вне зависимости пола, возраст, социального статуса, дохода и так далее. Так вот, если, не дай бог, случится, то у человека будет уже такая в голове наглядная цена этого промедления, он просто въедет, чего им будет стоить промедления хотя бы на чуть-чуть, и он будет сообщать о пропаже человека незамедлительно. И когда мы поставили перед собой такую задачу — донести вот эту наглядную цену промедления, у нас через некоторое время родилась идея, которая состояла в метафоре, в метафоре выразительной, страшной, неизбывной, в метафоре вот этой самой цены промедления. Эта идея, метафора, она потом выросла в инсталляцию, которая простояла в центре Москвы примерно 4 месяца, потом она переехала в Брянск, затем, сейчас она находится в городе Кирове, она вот так переезжает с места на место, потому что она реально работает. Эту инсталляцию мы со своей стороны… Лиза Алерт называет памятник пропавшим детям, мы же называем ее так же, как и тема этой презентации «Медлить значит хоронить». Я не буду рассказывать на словах, посмотрите, пожалуйста, короткое двухминутное видео об этом проекте, а потом мы вернемся, ну, вам станет понятно. Лиза Алерт charity finds missing people. The charity has become a legend, but they face one great problem. Since Soviet times, people wait 3 days to report a missing person. However, a 3-day delay means 50% of missing people will die. How could we change people's behavior? Make people experience the shocking truth. To delay means to kill. People were shocked. Earth began to pour over the head of a little girl, sitting in an hourglass. Day by day, the Earth rose and slowly buried her. Within 3 days, the girl was buried 50%. This was seen by thousands of people. Campaigns shocked people, and the publicity exploded. The key message was delivered to millions of people. The campaign was supported in other media, in outdoor, internet, and on missing people notices. The campaign symbol became a sign for missing people. Together with popular Yandex, interactive maps will mark all the current search locations for missing people. The number of timely calls increased by 50%, which almost doubled the number of people found alive. The seven- Rogue. strawsϊ Profžer We, Daqa啊 polla star Naal sedie We, Quando Yandex установили эту конструкцию, где-то раз в неделю приезжали, чтобы посмотреть, как люди, в принципе, реагируют. И вот представьте себе весь тот поток который идет мимо музеона на набережную или обратно. Каждый человек, который проходил, обращал внимание на 4-метровую конструкцию в форме песочных часов. Сначала был шок такой, что там настоящая девочка, что ли. Люди подходили, потом убеждались, что девочка не настоящая, просто идентично настоящей. Потом они видели, что наверху настоящая земля, она реально настоящая была. То есть она плесенью покрылась, в конце концов, помидор зеленый пророс. То есть все по-настоящему было. В этом момент у них возникал вопрос, а что это, собственно, такое. И они подходили к аннотации, которая стояла рядом, на котором было сказано все то, о чем я вам говорил, что если звонить только на третий день, то это, знаешь, 50% вероятности смерти, звонить надо незамедлительно и так далее. Я уверен, что каждый, кто с этим столкнулся вживую, уж точно никогда не забудет, какова цена промедления. А это где-то примерно 100 тысяч человек, 100-200 тысяч человек было. Только в Москве. В принципе, для нас в какой-то момент проект зажил своей жизнью. Лиза Алерт очень довольна. Они стали их возить по разным городам. Вот, например, это в Брянске, там практически ажиотаж был. Сейчас это в Кирове находится. Звонить вроде стали оперативнее. Лиза Алерт стала легче открывать двери ко всяким разным чиновникам, от которых так или иначе зависит дело их жизни. СМИ об этом рассказали. Ну, в общем, для нас проект завершился. Мы как-то отошли в сторону, смотрим только за тем, как он развивается. Но вот некоторое время назад мне пришла в голову мысль, она так вот прям озарила, которая мне не приходила в голову, когда мы были внутри проекта, когда мы были вовлечены. Иногда просто стоит немножко отойти и увидеть картинку целиком, и найти какие-то такие важные для себя обобщения. Так вот, о чем я подумал. Я подумал о том, что это на самом деле достаточно универсальная метафора. Она не обязательно только про пропавших людей и их близких. Она про каждого из нас. Ведь в тот момент, когда мы медлим, откладываем что-то, мы же тоже таким образом можем что-то хоронить. Может быть, в данном случае речь не идет, о жизни и смерти твоей или близких, слава Богу. Но на кону может быть какие-то твои стремления, мечтания, желания. И вот каждая секунда твоего промедления может засыпать настоящей землей то, что для тебя на самом деле важно. Я попробовал как-то переложить это на свою жизнь, когда я, как обычно, что-то откладываю и медлю. Я пытался представить, что на самом деле вот там вместо этой куклы, вместо девочки находится что-то важное и ценное именно для меня. Может быть, там речь идет о здоровье моей мамы, улыбке и счастье моей жены или о чем-то более материальном, что мне в данный момент хочется, или моей жизни вообще, какой я хотел бы ее видеть. И вот это вот все, когда я медлю, оно так вот засыпается землей, хоронится. Я вот не стал от себя в этот момент отгонять эту страшную реально картину. Я пытался прямо в нее въехать. От этого становилось опять же страшно. Но при этом при всем руки как-то начинали делать то, что надо делать. Ноги как-то идти в ту сторону, в которую надо идти в данный момент. Мысли концентрировались на том, что нужно. В общем, это в моей жизни, по крайней мере, работает. Я думаю, что если вы, когда, как обычно или необычно для себя, будете что-то медлить и откладывать, что-то важное, не осознавая реально последствий, вы тоже представите себе, что вот там вместо этой девочки находится что-то для вас важное. Может быть, вы сами. И вот часики тикают, земля медленно, а может и вообще немедленно, мы не знаем, никто не знает. Сыпется, и вот время уходит. Может быть, в этот момент вам тоже станет страшно, но это приведет к тому, что вы перестанете делать то, что вам не дает ничего, начнете делать то, что действительно стоит делать в этот момент, что вам действительно важно, потому что в этот момент вы будете понимать, что медлить значит хоронить. У меня все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...